Добрый день, меня зовут Нур Мухаммедов Алексей. Я являюсь научным сотрудником Института системного программирования и занимаюсь вопросом безопасной компиляции. Этому будет посвящена сегодняшняя лекция. В основе подхода к безопасной компиляции лежит безопасный компилятор. Безопасный компилятор должен минимизировать количество уязвимостей, вносимых в генерируемый код во время компиляции и оптимизации. Кроме того, в задачи безопасного компилятора входит, во-первых, выдача предупреждений о потенциальном небезопасном коде, во-вторых, снижение степени потенциальной угрозы безопасности, например, вместо выполнения произвольного кода всего лишь отказ в обслуживании. И последнее. Безопасный компилятор должен предоставлять готовый профиль оптимизации для удобства его пользователей. Необходимо пояснить причины, по которым компилятор может носить в процессе трансляции уязвимости в генерируемый код. Дело в том, что стандарты языков программирования не определяют четко поведение всех конструкций языка. Это необходимо для оптимальной генерации кода для различных аппаратных платформ. Например, в C стандарт определяет три типа таких конструкций. Первое — это неуточненное поведение. Второе — это поведение определяемой реализации. И третье — это неопределенное поведение. Неуточненное поведение — это такое поведение, для которого стандарт языка C предоставляет несколько вариантов. Примерами такого поведения могут служить порядок инициализации статических переменных, порядок вычисления подворожений, порядок вычисления аргументов функции, порядок вычисления операндов присваивания. Кроме того, порядок и непрерывность места, выделяемого в динамической памяти. Поведение, определяемое реализацией, в отличие от неуточненного, фиксируется в документации. Примерами такого поведения могут служить количество бит в байте, знаковость чара, а также размеры типов, результаты приведения некоторых типов друг к другу и представление отрицательных чисел. Переходя к описанию неопределенного поведения, нужно вначале пояснить, что компилятор полагается во время трансляции программы на то, что код программы написан безошибочно, не вызывает ошибочных операций, таких как деление на ноль, выход за границы массива или знаковое переполнение. Говорят, что поведение программы в такой ситуации не определено, то есть проявляется неопределенное поведение. В такой ситуации компилятор не несет никаких обязательств касательно корректности генерируемой программы. Наличие неопределенного поведения в программе является ошибкой. И более того, в такой ситуации компилятор зачастую не в состоянии выдать никакую разумную диагностику, в том числе потому, что от него она не требуется в соответствии со стандартами языка. Стандарт языка C в отдельном приложении определяет обширный список неопределенных поведений, часть которых представлена на данном слайде. Мы не будем останавливаться на каждом из них, а лишь приведем некоторые характерные. Например, обращение к перемене после окончания времени ее жизни или нарушение правил точек следования. На следующем слайде этот список продолжается, хоть и не исчерпывается. Среди интересных здесь неопределенных поведений можно отметить такие, как деление на ноль, обращение за границей массива и ошибки в работе с динамической памятью. Перейдем к примерам того, как неопределенное поведение может приводить к уязвимостям в генерируемом коде. Начнем с примера неопределенного поведения, возникшего из-за проверки указателя на ноль после его разуминования. В приведенном на слайде коде на строке 7 в начале разуминовывается указатель head путем доступа к полю структуры next, а на строке 8 он проверяется на равенство 0. При анализе сгенерированного кода можно с удивлением обнаружить, что проверки на ноль и раннего возврата из функции на самом деле в машинном коде нет. Поясним, каким образом компилятор пришел к такому выводу. Его рассуждение можно примерно описать следующим образом. Компилятор проверяет два случая. Когда указатель на голову списка не равен нулю и когда равен нулю. В первом случае код на строке 8 мертвый, и поэтому его можно удалить. Во втором случае указатель head равен нулю, следовательно, разуминование на строке 7 это неопределенное поведение. Поэтому в данном случае компилятор не несет никаких обязательств по поводу поведения генерируемой программы и может сделать все, что захочет, в том числе и удалить код на строке 8. Таким образом, получается, что в обоих рассмотренных случаях оптимизирующий компилятор имеет право удалить код на строке 8, что он и делает. Рассмотрим следующий пример небезопасной оптимизации. На представленном на слайде коде осуществляется проверка выражения boof plus len на принадлежность к границам области от boof до boof end. Эти проверки расположены на строке 4 и 7. Однако проверка на строке 7 полагается на переполнение при арифметике с указателями, что по стандарту C является неопределенным поведением. В ходе оптимизации такая проверка может быть удалена как избыточная, что может привести к возникновению в данном коде уязвимости. Особенно опасна такая уязвимость будет в том случае, если после этой проверки располагалась запись в память этого буфера. Последний на сегодня пример небезопасной оптимизации представлен на данном слайде. Он заключается в том, что на строке 3 имеется операция записи нулей в массив с паролем, и она с точки зрения оптимизирующего компилятора избыточна, поскольку далее нет никакого обращения к данным этого массива. Поэтому при некоторых обстоятельствах оптимизирующий компилятор удаляет этот избыточный с точки зрения код. Удаление записи нулей в этот массив может привести к утечке данных и нарушению конфиденциальности. Безопасный компилятор должен предотвращать такие ошибочные ситуации и информировать разработчика программы во время компиляции, либо вставлять в код генерируемой программы динамические проверки, которые бы прерывали исполнение программы при возникновении ошибочной ситуации. Кроме предупреждения разработчика об ошибках, перед безопасным компилятором ставится задача снижения критичности имеющихся уязвимостей в программном коде. Существует два принципиальных метода, которые используют компиляторы для этой цели. Первый набор методов представляет собой легковесные средства защиты. Второй набор методов представляет собой динамические проверки, которые внедряются в генерируемый код. Легковесными методами защиты, затрудняющими реализацию угроз безопасности, являются, например, защита от переполнения буфера на стеке, а также защита от переполнения буфера при использовании функций стандартной библиотеки C. Кроме того, сюда относятся проверки целостности потока управления и методы рандомизации и размещения адресного пространства. Генерация динамических проверок в исполняемом коде нужна для обнаружения неопределенного поведения во время исполнения программы. На Жирогоне такие проверки называют санитайзерами. В арсенале компилятора имеется целый ряд таких проверок. Существенным минусом динамических проверок является заметное замедление производительности генерируемых компилятором программ. Проиллюстрируем то, как устроены легковесные методы защиты, внедряемые компилятором в генерируемый код. Начнем с защиты от переполнения буфера на стеке. На представленном на слайде машинном коде можно заметить, что на 4-5 строке на кадр стека функции внедряется специальное значение, называемое канарейкой, которое на строках 14 и 15 проверяется перед выходом из функции. Если это значение изменилось, то выполнение функции экстренно прерывается. Скорее всего, это означает, что данную программу попытались эксплуатировать. За проверочным значением находится адрес возврата, который является целью атакующих. То есть в данном случае критичность уязвимости была понижена с выполнения произвольного кода до отказа в обслуживании. Защита от переполнения буферов при использовании некоторых функций стандартной библиотеки C, называемая Fortify Source, устроена следующим образом. Компилятор при трансляции кода вместо вызова в данном случае функции SprintF подставляет вызов функции SprintF.чк, которая проверяет размер буфера на значение, не переполняет ли его данные, которые будут прочитаны из недоверенного источника, в данном случае с стандартного потока ввода. В случае, если имеет место быть переполнение, то выполнение программы прерывается экстренно. В некоторых случаях данные проверки находят ошибки во время компиляции, тогда, когда размеры буферов источников являются постоянными в времени компиляции. Рандомизация адресного пространства программы применяется для противодействия эксплуатациям, которые повторно используют имеющиеся в памяти процесса код. Для реализации и рандомизации адресного пространства компиляторы генерируют позиционно независимый код. На представленном слайде показано адресное пространство процесса в отсутствии рандомизации. Это первый столбик. На нем видно, что при каждом запуске секции кода данных и кучи не меняют свое местоположение. Постоянство этих адресов может быть использовано атакующими для реализации эксплойтов. При наличии рандомизации адресного пространства, средний столбик, значительная часть байтов в адресах тех же самых секций кучи данных из тека становится случайным от запуска к запуску. Оно изменяется. Поэтому это усложняет эксплуатацию. И на последнем столбике представлена мелкогранулярная рандомизация адресного пространства, которая дополнительно меняет относительный порядок следования функций внутри секции кода, что тоже дополнительно усложняет эксплуатацию подобных программ. Технический комитет по стандартизации номер 362 защиты информации предложил проект ГОСТ о разработке безопасного программного обеспечения на тему безопасный компилятор языков C и C++. Проект ГОСТ выделяет три класса безопасности. Самый низкий — это третий. Самый высокий — это первый. Данные класса безопасности предоставляют разработчикам возможность выбора некоторого баланса между защищенностью и производительностью генерируемого программного обеспечения. На третьем классе безопасности максимальная производительность, но не максимальная защищенность. На первом классе все наоборот. Опишем, что требует проект ГОСТ от компилятора для реализации каждого из классов безопасности. Начнем с класса безопасности 3. На данном слайде будут представлены функции безопасности, которые требует ГОСТ от безопасного компилятора для класса 3 и соответствующие им опции компилятора GDC при наличии в нем соответствующих функций безопасности. К функции безопасности класса 3 относятся защита от переполнения при вызове стандартных функций, защита от переполнения буфера на стеке, генерация позиционно-независимого кода, а также запрет встраивания вызовов функций ввода-вывода, а также функций работы с памятью и стандартной библиотеки C. Кроме того, безопасный компилятор 3 класса должен предупреждать разработчика в обнаружении в его коде некоторых потенциально ошибочных ситуаций, среди которых обнаружены перемены автоматического класса, которая перед вызовом функции longjump хранилась на машинном регистре, и ее значение было изменено после вызова этой функции. Также в случае, если обнаружена операция записи или чтения за границами массива, а также обнаружена ошибка работы с операциями сдвигов или деления на 0. Безопасный компилятор 2 класса, дополнительно к требованиям для компилятора 3 класса, должен осуществлять следующие функции безопасности. Принудительно инициализировать те переменные, которые были оставлены разработчиком как неинициализированные, а также сохранять все побочные эффекты для всех операций записи в память и для массивов. Кроме того, процесс трансляции должен прерываться для всех тех случаев, для которых компилятор класса 3 выдавал предупреждение, а также при использовании в коде программы функции gets. Безопасный компилятор 2 класса безопасности реализует, кроме всех функций 3 класса безопасности, дополнительные, среди которых сохранение всех побочных эффектов записи в память при наличии хотя бы одного обращения к ней, а также принудительнее инициализировать неинициализированные переменные. Кроме того, для всех тех случаев, для которых компилятор класса 3 выдавал предупреждение, компилятор класса 2 должен останавливать процесс трансляции, плюс к этому добавляется случай использования функции gets в исходном коде. Компилятор класса 1 дополнительно должен встраивать в генерируемый код программы динамические проверки на реализацию неопределенных поведений, среди которых можно привести примеры таких как переполнение, некорректная работа с указателями, нарушение формального типа аргументов функций при вызове ее по указателю и деление на ноль и многие другие. Кроме того, компилятор 1 класса должен предоставлять возможность обеспечения мелкогранулятором рандомизации адресного пространства процесса. Перейдем к описанию реализации безопасного компилятора, разработанной в институте системного программирования. Данная реализация была разработана в отделе компиляторов технологий на основе компилятора с открытым исходным кодом GCC версии 9.4.0. Большинство функций безопасности было реализовано принудительным подключением уже имеющихся в компиляторе GCC функций безопасности. Часть функций безопасности потребовала доработки или реализации с нуля. Список этих доработок представлен на слайде. Для реализации класса безопасности согласно ГОСТ разработчикам программного обеспечения предоставляются готовые профили настройки. Это Safe1, Safe2, Safe3. Для установки безопасного компилятора на платформе Linux необходимо распаковать его архив в директорию opt и добавить путь, указанный на слайде, в переменную среду окружения path. Данный слайд посвящен тому, как нужно пользоваться безопасным компилятором. Единственным отличием от использования обычного компилятора является то, что необходимо указывать дополнительный флаг компиляции минус Safe правильного уровня 1, 2 или 3. Важно не забывать указывать стандартный уровень оптимизации минус O2. Для проектов, которые используют скрипты конфигурации AutoTools, на данном слайде представлена типичная команда вызова конфигурации. Достаточно указать CFLAX минус O2, минус Safe1 при вызове скрипта конфигурации. Для проектов, конфигурируемых с помощью программы CMake, необходимо аналогичным образом устанавливать флаг D-CMake CFLAX или CXX-FLAX, если вы компилируете проект на C++. В отдельных случаях, когда значение CFLAX не передается компоновщику, необходимо дополнительно установить LD-FLAX в соответствующий флаг уровня безопасности. Дальнейшая сборка продолжается, как обычно. Последний слайд описывает отладку ошибок, обнаруженных санитайзерами. Дело в том, что безопасный компилятор ISPRAN при обнаружении во время исполнения программы санитайзерами ошибочного поведения программы, XTEM прерывает его выполнение без выдачи информативного предупреждения об ошибке. Он лишь выдает конфигурируемый код возврата, по которому можно понять, что это была именно ошибка, обнаруженная санитайзером. Для режима тестирования и отладки существует возможность включения вывода отладочного сообщения на печать. Инструкция, как это сделать, указана на данном слайде. Нужно пояснить, почему отладочные сообщения отключены по умолчанию. Дело в том, что это может привести к дополнительной утечке данных и дать атакующим дополнительные возможности эксплуатации программной системы. На данном моменте наш сегодняшний рассказ подошел к концу. В нем мы рассмотрели вопросы, связанные с безопасной компиляцией и использованием безопасного компилятора, разработанного в Институте системного программирования. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!